Всех приветствую! Сегодня, к сожалению, мы с вами не будем затрагивать тему лора, ну или может быть совсем чуть-чуть, но не спешите расстраиваться, ведь этот ролик, несмотря на свою лайтовость, тоже будет весьма интересным и познавательным. В доте и помимо лора достаточно различных секретов и отсылок, о которых многие просто-напросто не догадываются, и сегодня мы обо всем этом и поговорим. Ну что же, 5 интересных фактов о доте. Поехали! Да, кстати, если у вас есть куча ненужных скинов из доты или ксго, то вы вполне можете на них неплохо заработать. В этом вам поможет сайт SkinCash. Все просто и быстро. Логинимся на сайте через стим, вводим ссылку на трейд, выбираем вещи, которые хотим продать, а также удобный для вас кошелек. Затем подтверждаем обмен в стиме и получаем свои денежки. Сайт на 100% безопасный и проверенный не только множеством людей, но и мною лично. Также имеется бонусная программа, благодаря которой вы можете увеличить доход от продажи до 10%. Продавай свои вещи на SkinCash. Ссылка в описании. Эмблема на земле в момент произнесения Манкикингом способности под названием Primal Spring называется Богуа. В простонародье же этот символ назвали Инь-Янь. Интересно то, что разработчики подошли к этому со всей своей ответственностью, и на стоп-кадре мы отчетливо можем разглядеть так называемые 8 Гуавэнь-Вана, которые соответствуют действительности. Важно учитывать как саму триограмму, так и ее расположение касательно стороны света. Если сверяться с таблицей и принять стороны света относительно нас, то получается, что, например, вот этот знак, направленный на запад, обозначает стихию металла, а вот этот, направленный на восток, стихию дерева. В репликах всех героев доты можно услышать вот такие вот фразы. Но кто-нибудь из вас задумывался, что это за волшебник такой, которого все ненавидят? Дело в том, что эта фраза стала шуткой от разработчиков из компании Valve, а под этим самым волшебником подразумевается некий образ сотрудника, который должен отвечать за все баги доты. Скажем так, идейным вдохновителем этой шутки послужил Эдриан Финол, старший программист компании Valve. Репликами, кстати говоря, дело не закончилось, и разработчики даже выпустили нескольких довольно редких курьеров в виде этого самого волшебника, которого назвали Шизардом. Думаю, понятно, при объединении каких двух слов получилось это имя. В одном из роликов я вам кратенько рассказал историю Рошана, но многие люди в комментариях начали спрашивать, почему его так сильно ненавидит именно Урса. Ответ, скорее всего, вас разочарует, но давайте по порядку. При покупке артефакта Владмирс Оферинг Урса произносит одну из следующих реплик. Какая мощь! Теперь даже Рошан со мной не сравнится! Теперь Рошану точно не жить! Рошан склонится передо мной! Первые три из них это обычные угрозы в сторону Рошана, о его скорой кончине от рук Урсы. А вот четвертая является подсказкой к истории Урсы и Рошана. Рошан, я верну то, что ты украл! Это является прямой отсылкой к истории Рошана и его преступлению по отношению к торговцу, у которого тот украл сыр и Аегис, а затем убил его, чем разгневал богов и поплатился за содеянное. Рошан по своей сути является общим для каждой из сторон антагонистом, и ни один из героев мира Доты не может простить ему этот поступок, за который он вынужден умирать вновь и вновь. И именно поэтому Урса, главный убийца Рошана в игре, так его ненавидит. Не более того. Друзья, вы когда-нибудь задумывались, каким образом общаются Висп и Феникс? Ведь они не разговаривают на привычном для нас языке, а издают какие-то непонятные звуки. Несмотря на то, что они не имеют диалогов и реплик, их реакция, как правило, передается через звуки, которые соответствуют музыкальным паттернам, которые, в свою очередь, получились от форм человеческой речи. Например, они выражают счастье, производя звуки в мажорном ключе. Когда сердятся, они производят резкий диссонирующий звук аккорда, и когда выражают боль, так скажем, кричат. Но кроме этого, судя по репликам Пака, тот прекрасно понимает их язык, да еще и утверждает, что Висп знаком со сферами Инвокера. Вот такой вот занятный вам факт. И напоследок соляночка из отсылок, которую я объединил в один факт. Имя Мардред является отсылкой к легендам и мифам о короле Артуре. Там его звали Мордред, и он был известен как подлый предатель Артура, который дрался с ним насмерть на поле Камлана, где был им впоследствии и убит. Сам же Артур, к слову, был смертельно ранен этим самым Мордредом. Ультимативная способность Имберсоу Чакрам является отсылкой к мифологическому дисковому оружию бога Вишну из индийской мифологии. Оружие там называлось Сударсана Шакра и являлось одним из самых сильнейших оружий в индийской мифологии. Уверен, что все из вас знают, откуда пришла к нам Медуза, однако немногие знают ее предысторию и то, почему она, так скажем, не совсем красивая. Ну а поскольку мои ролики еще и в какой-то степени образовательные, то вот вам немножко информации на этот счет. В ранней версии мифа про Медузу ее при рождении отвергли морские божества Форки и Кета, которые являлись хтоническими монстрами из архаичного мира. Миф же, в котором Медуза описывалась уже как идеал красоты, был создан римским поэтом Авидием, и в этой версии она не жертвовала своей красотой ради безграничной силы. Вместо этого, после нападения Посейдона в храме Афины, богиня в ярости изуродовала облик Медузы до такой степени, что каждый, кто посмотрит в ее лицо, немедленно превратится в камень. И напоследок, просто забавная реплика, которую я услышал вчера, играя на Никсе против Бруды, и от души так посмеялся. Ну а на этом у меня все. Спасибо вам огромное за внимание и поддержку. Рад сообщить, что благодаря вашей мотивации в ближайшие дни выйдет еще одна часть о связях между героями, которая прямо-таки обещает быть очень интересной. За этот ролик вы тоже можете отблагодарить меня лайком и каким-нибудь комментарием. Ну что же, а сейчас я вынужден с вами ненадолго попрощаться. Всего вам хорошего, друзья, и увидимся совсем скоро. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!